Вы слушаете Радио Болтком Утро на Болткоме Ну что, продолжается Утро на Болткоме Всем здравствуйте, всем доброе утро, хорошего дня Ну и о вещах действительно серьезных И о том, какие последствия могут иметь вот эти принятые решения Стамбульская конвенция, ее в соответствии с Атверсмой Констатировал Конституционный суд И вроде бы, ну вот, как бы, такие сухие строчки новостных заголовков Что за этим скрывается, что стоит Почему эту Стамбульскую конвенцию, которая, как бы, не как бы, ну, говорит о мероприятиях защиты женщины от насилия Так долго не принимали в Латвии В чем эти подводные камни Почему сейчас все-таки, я понимаю, что вот Суд с Атверсмой склонился на коронопринятие Ну да, в том-то дело, что конвенция В общем-то, она считается конвенцией о предотвращении насилия в отношении женщин Ее разработали в Совете Европы еще в 2011 году В Стамбуле это произошло, собственно, поэтому она истамбульская Это первый юридически обязывающий документ в Европе, который направлен на борьбу с насилием в отношении женщин внутри семьи И извне она предусматривает ряд мер, направленных на достижение этих целей Ну, к слову сказать, Турция одна из первых подписала конвенцию, но одна из первых из нее и вышла То есть не все довольны содержанием этого документа И решение суда с Атверсмой вовсе не обязывает принять эту конвенцию и в Латвии Но именно то, почему она важна Почему вообще мы заговорили о защите женщин, их прав Почему эти вещи в современном мире все еще важны И вот именно об этом мы и хотим поговорить с Натальей Осокиной, студенткой Московского института сексологии Наталья, доброе утро Доброе утро Да, если можно, только поближе к микрофону, а то вас не очень хорошо слышно Хорошо, да, а сейчас лучше? Вот сейчас лучше, да, спасибо Можно еще, конечно, лучше Нет предела совершенства Да, может быть, поближе или погромче просто говорить Давайте попробуем Значит, Наталья, сам главный вопрос Почему действительно вот эти вопросы, которые поднимает Стамбульская конвенция, да и вне ее, они важны? Ну, ведь сейчас достаточно говорится о насилии по отношению к женщинам и о равноправии полов и прочих подобных вопросах Вы считаете, недостаточно? Говорится достаточно И это именно тот признак, который говорит, что эти вопросы все еще актуальны, потому что говорится много И, как показала та же самая коронавирусная пандемия, количество домашнего именно насилия возросло многократно, потому что люди оказались замкнуты в одном пространстве без возможности разойтись по офисам, по работам, выйти куда-то, чтобы меньше проводить вместе время И, ну, там, где неблагополучные отношения, к сожалению, возросло количество и агрессии, направленной на женщин Поэтому, чем больше говорится, тем больше делается Но, смотрите, вот, Наталья, вроде бы для того, чтобы предотвратить агрессию, ну, то есть, существуют же законы, которые просто, ну, запрещают, там, одному человеку бить, калечить другого То есть, зачем нужна, ну, как бы, Стамбульская конвенция, если есть, ну, просто вот уголовное право, где, ну, обратились, вот, в семье конфликт Потому что именно женщины часто оказываются в зависимом положении, как финансово, так и эмоционально от мужчины, если это брак между мужчиной и женщиной И, опять же, именно на это нацелена конвенция, чтобы во всех странах принять одинаковую формулировку того, что является насилием, например Потому что очень актуальна именно дефиниция изнасилования Во многих странах до сих пор не рассматривается изнасилование, если не применялось какие-то угрозы физические, травмирование и так далее Хотя, в принципе, изнасилование считается любой акт, на который не было дано активное согласие с энтузиазмом Назовем это принуждением Да, да, да Даже в рамках брака Даже в рамках брака Да Просто так исторически сложилось, что мужчины сначала взяли верх, потому что они физически сильнее Потом так получилось, что женщинам не было доступно ни образования, ни работа Опять же, из-за физических особенностей, что женщины рожают детей, они часто оставались дома дольше И, как сказать, были заняты другими делами Пока не было изобретено контрацептивные средства У них не было вообще, в принципе, другого выбора, потому что ты беременеешь, рожаешь И так, по очереди, как бы, выбора никакого, в принципе, и не было раньше И когда человек зависим, ну, то есть, очень сложно принимать какие-то адекватные решения по поводу того, уйти ли из отношений Если тебе там плохо Если у тебя нет ни финансов, ни поддержки где-то извне Если, в принципе, все, что у тебя есть, это вот эта семья И поэтому важны те же самые меры, которые поддерживает Стамбульская конвенция Чтобы сделать в каждой стране систему, куда женщина, если с ней, не дай бог, приключилось вот это насилие в семье или насилие вне семьи Чтобы она могла безопасно обратиться, где-то переждать, где-то спрятаться, где-то получить юридическую помощь, консультации, консультации психолога Потому что часто женщины не идут и не обращаются, как вы говорите, по уголовному кодексу тому же самому Потому что это очень травматичный опыт А система, которая сейчас, она подразумевает, например, если произошло изнасилование, это многократные дача показаний То есть тебе не только надо пережить этот травматичный опыт, тебе надо еще и пойти и рассказать сначала одному следователю Потом через время прийти, повторить другому следователю И это может быть настолько болезненно, что женщины просто из-за этого не пойдут А сейчас предлагается, например, делать видеопоказания, то есть записывать первое изначальное показание Что потом просто следователи могли его пересматривать, оно будет более объективным, так сказать Потому что она, травматический опыт, опять же, искажает наши воспоминания Если мы переживаем какую-то травму, то вследствие память может стирать какие-то моменты Потому что это больно переживать, с этим больно жить Так что видеозаписи могут решить эту проблему Центры помощи, как наш Мартас-центр, сможет помочь решить проблему Но об этом надо говорить, потому что если об этом не говорится, женщина в отношениях думает, что это случилось только с ней И что это вообще нормально, потому что все еще у нас в социуме есть шутки «бьет, значит любит» А когда мы шутим, даже если мы шутим, то это отчасти нормализует какую-то практику Но сразу возникает вопрос Если все так, ну как бы, как вы рассказываете, объективно прекрасно в этой Истамбульской конвенции Почему есть ее противники? Почему упираются в ряд политиков против нее? Как часто бывает с какими-то новыми вещами, хотя 10 лет, казалось бы, не так уж снова Люди боятся всего нового и непонятного В конвенции употребляется слово «гендер» И из-за этого очень легко появляются разные мифы и спекуляции на эту тему То есть один лагерь противников аргументирует о тем, что конвенция пытается пропагандировать гомосексуальные отношения Хотя она к ним прямого отношения никакого не имеет Четкая цель конвенции – это борьба с насилием против женщин в социуме и в том числе и в семье Против домашнего насилия Против женщин и девочек, так как они в более уязвимом положении находятся Гендер – это наши социальные роли, которые нас определяют как мужчину и женщину То есть это манера поведения, социальный конструкт, который определяет как половое поведение Но, опять же, к гомосексуальности напрямую он никакого отношения не имеет И называть это пропагандой всю конвенцию – это просто по незнанию Другой лагерь противников аргументирует тем, что дефиниция насилия настолько широкая Что, якобы, если мы примем эту конвенцию, то вообще шаг нельзя сделать направо-налево И к женщине нельзя подойти и слово сказать, потому что сразу она сможет обратиться в суд и подать жалобу Но это, опять же, не так Это мы видели на примере движения Мету, что многие мужчины, так сказать, возмущались Что, как же это так, надо просить согласия на поцеловать, заняться сексом Это как, прям вот так вот в лоб поговорить? Ну, вообще-то нет, не прямо в лоб говорить Мы все образованные, интеллигентные люди Мы можем это делать красивыми словами и формулировать как-то более мягко и деликатно Но да, надо спрашивать, потому что ты никогда не знаешь, что у другого человека Какие у него ощущения, настроение, физическое состояние И пока он тебе не скажет, а мы умеем пользоваться языком Мы разумные существа, гомосафиенс Развили эту способность Надо ее использовать Вот и все Да, у нас вот звонок 6-7-212-93-9, телефон, здравствуйте Доброе утро Доброе утро, да Слышу меня, да? Да, да, да Да, я хотел узнать Меня очень интересует, да Вот скажите, принятие этого закона, да, которого они хотят принять Как-то изменится, думаете, насильников, да Ну, насильник, который каждый день, ну ладно, не каждый день, там, ну, избивал жену, да И сейчас примет этот закон, да, эту конвенцию И сейчас он скажет, ой, да, вот приняли, все, больше не могу бить, да Вот так изменится, да Я не думаю, что эта конвенция изменит отношение насильника, ну Да, спасибо Интересная ремарка Вы знаете, по поводу этой ремарки, это немножко, так скажем, заход не с той стороны Потому что мы, цель как бы не поменять насильника и абьюзера Потому что это возможно только с помощью лечения у специалиста, у психолога, психотерапевта И это должен человек сам туда дойти Цель помочь женщине в ситуации, если она столкнулась с насилием То есть, чтобы у нее были какие-то инструменты, как она может с этим справиться Как она может защититься, как она может это преодолеть, пережить и двигаться дальше То есть, куда ей обратиться, чтобы она могла чувствовать безопасность Обратиться в какие-то органы, центры, ту же самую полицию То, что не поменяется в одночасье, это сто процентов Ничто не меняется, вот так вот по мановению руки Но мы по мановению руки можем поменять содержание эфира, Наталья Нам прорываются звонки Да, алло Получилось? Доброе утро Доброе утро Ну, это однозначно на развал семьи, на уничтожение семьи Как именно между мужчиной и женщиной В каком смысле? Направлено против нормальных мужчин, да Вот, которые именно любят женщину, да Вот представьте, какое насилие? Эмоциональное? Вот когда что-то ей говоришь, делаешь замечание, да, что абьюзер А женщина не может быть насильницей, да Когда она требует, купи мне то, то, то и получишь это, это, это Нет, это направлено на уничтожение нормальной семьи Вот так, радикальное мнение прозвучало Да, и может ли быть женщина абьюзером по отношению к мужчине? Может быть, может быть Но в данном случае мы рассматриваем более То есть, когда решаются такие глобальные проблемы В первую очередь надо помочь тем, кто меньше всего защищён И вот, например, маленькие девочки до 18 лет Которые подвергаются насилию А потом в законе написано, что если у неё нет никаких физических травм И ей не угрожали расправой Или если она была без сознания, и она не оказывала сопротивления То это не изнасилование Это опасный случай, и это надо предотвратить На это нацелена конвенция Эмоциональное насилие в семье, это тоже достаточно серьёзно И, скажем, критика со стороны мужа или жены Да, тоже может расцениваться в крайней своей форме как насилие Но это скорее не умение коммуникации Что тоже очень актуально, и об этом тоже надо говорить Но это ни в коем случае не на развал семьи Потому что семья должна основываться на взаимном уважении На любви, на бережном отношении к друг другу И если такая конвенция будет принята То дополнительный стимул быть друг к другу добрее, бережнее, нежнее И думать о другом человеке не только о себе Это только плюс А настоящий мужчина, если мы идентифицируем То есть что он сильный, властный, он глава семьи И всё для него, и он руководит А жена тихонечко сидит на кухне и воспитывает детей Но это не совсем про равноправие, за которое всё-таки весь мир К которому пытается прийти Равноправие такой скользкий момент на самом деле Но у нас есть ещё звонок, давайте кримим Доброе утро Доброе А вы знаете, отрицают Библию А в самом начале Библии что написано? Что Бог сказал, создадим человеку помощника Не раба, не слугу, а помощника И создал ему жену То есть равноправное положение в семье Церковь это потом извратила всё Вот как у немцев киндер-кухня, кухня и кирхи Надо вот церковь, может быть, к этому подключить тоже Пусть они свои ошибки исправляют Спасибо Вспоминается Жванецкий В консерватории что-нибудь подправить На самом деле я не хотелось бы вдаваться сильно в религию Но да, если мы смотрим даже с точки зрения каких-то церковных взглядов Религиозных взглядов То там всё тоже основано на любви и на взаимоуважении Но не скажите, как раз вот вроде бы представители церкви Многие выступали против Стамбульской конвенции И вот здесь Опять же, не мир пришёл вам дать я Сложный вопрос, согласна Да, согласна Наталья, прервём вам ещё одним звонком Здравствуйте Доброе утро Меня зовут Ивар Вот мне не понравилось мнение мужчины Который говорил, что вот типа женщина требует Тогда типа ничего не получится Я думаю, что надо просто тогда менять вторую половину И вообще мы все мужчины должны жить по принципу Чего хочет женщина, того хочет Бог И ведь если бы не было женщин, мы бы вообще счахли Поэтому надо жить ради девушек и делать всё для них Красиво Без пяти девять это прозвучало как тост Огромное спасибо вам за этот звонок Я, например, солидарен Да, Наталья, у нас есть ещё несколько минут Может быть, пару слов о том, что красивые и правильные постулаты В том числе, которые вы изложили Они же всё-таки в крайней форме проявляются как манипулятивные Ну, то же самое движение МИТУ Начали вроде как за здравие, кончили за упокой Карьеры разрушены, семьи разрушены Началась, в общем-то, охота на ведьм Где-то должен быть предел всё-таки в этой борьбе Будет предел, рано или поздно будет предел Дело в том, что со всеми такими острыми вопросами Когда есть длительное угнетение какой-то одной части населения Одной маргинализированной группы И потом она обретает голос и начинает отвоёвывать свои права То происходит перекос в крайне другую сторону Потому что накопилось вот это напряжение Но рано или поздно выравнивается И опять же, всем сторонам надо помнить о том Что уважительное, бережное отношение друг к другу Мы все люди, мы все живём на одной планете И отношение друг к другу, вот это вот одинаковое Оно актуальнее всего со всех сторон И со стороны, так сказать, угнетённых какое-то время И со стороны тех, которые, возможно, не заметили Как они делали что-то не так и подавляли другую половину Спасибо большое Да, действительно, будем надеяться на то Что дальше решение конституционного суда В соответствии с адморствами Это будет первым шагом Тем не менее, конвенциями всё не регулируется И можно тоже только согласиться со словами нашей гости Натальи Сорокиной, студентки Московского института сексологии В том, что быть добрее и бережнее друг к другу Никогда не лишний, никогда не поздно И всё начинается с самих людей Регулируется это какими-то законодательными или прочими актами Или не регулируется Так что давайте действительно будем добрее И пойдём друг к другу навстречу И ещё раз хочется вспомнить слова нашего слушателя Чего хочет женщина, того хочет Бог Наталья, ещё раз огромное спасибо Спасибо Что вы участвовали в нашем эфире Всего доброго Да, хорошего дня Мы продолжаем наш эфир Через несколько минут у нас в гостях виртуально всё ещё Но представитель бюро вакцинации Инга Васильева Поговорим об актуальных вопросах Связанных с COVID-19 и борьбе с ним в Латвии Вы слушаете радио Болтком